бухта миллионеров чтобы вы хотели знать друзья об этой бухте что есть красиво какой здесь отель конечно здесь есть знаменитый интерконтиненталь мало кто знает что находится в этой бухте что рядом с ней есть какие кафе какие места об этом всем посвящаем мое видео вот ну что цель моего видео рассказать вам какие здесь есть сервисы что здесь есть рядом какая здесь рядом есть еда сейчас я вам покажу завтрак в отеле интерконтиненталь смотрите заходим здесь у нас достаточно большой выбор как китайской еды здесь есть китайская до китайской да также здесь есть и европейская еда то есть можно все посмотреть сейчас вот вот эти даже яйца есть разных видов есть яйцо обычное такое такое ведь и видов очень много то есть я обычно обычно я говорю чем выше категория отеля тем больше ассортимент питания как видите здесь есть бекон сосиски всевозможных видов в общем выбор еды достаточно большой это еще не все мы сейчас с вами пойдем еще в другую часть этого ресторана вы увидите что если достаточно много разнообразной еды вот и выйдет даже на завтрак есть суши колбаса сыр помидоры овощи многие меня спрашивали что есть выпечка 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 фрукты всевозможные в разных вариантах приготовленные куча различных напитков соответственно хлопья молоко кофе чай еще выпечка 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 еще есть даже мороженое поэтому ассортимент еды здесь достаточно большой за это можете не переживать что многие меня спрашивали какой здесь завтрак хорошими нет он просто великолепный друзья это мой завтрак в отеле интерактинитар знаете что приятно что я сейчас только зашел здесь очень-очень много туристов которые смотрели мои видео и после этих видео выбрали соответственно этот отель очень приятно вчера я уезжал вечером встретил турагентов из ухы они тоже смотрели мои видео чтобы для себя окончательно сделать опыт какой-то ли все-таки поехать ну в общем это это очень приятно да на самом деле последнее время когда я приезжаю на хайнань особенно вот в бухту датунхай и свечный момент сяло датунхай очень много людей меня здесь узнает это очень удивительно забавно и иногда даже знаю к себе вести вот ну что цель моего видео рассказать вам какие здесь есть сервисы что здесь есть рядом какая здесь рядом есть еда потому что в прошлом видео вы все посмотрели но остались у людей много вопросов на тему того что здесь поесть если рядом кафе какие сервисы бесплатные и бесплатные и бассейны там спа и так далее а в том видео я это показал совсем немного поэтому в этом видео постараюсь вам показать здесь это побольше выпуск именно для этого так что сейчас давайте вместе с вами это посмотрим первым делом хочу отправиться на пляж потому что самый основной вопрос туристов начитаются все кучу отзывы что есть купаться невозможно есть много камней все в этом духе давайте вместе сейчас уже пройдемся я покажу как все здесь обстоит с пляжем ну во первых как вы видите здесь нет вообще волн это кстати запрос многих туристов чтобы волн не было посмотрите здесь такой достаточно не крутой вход камни они есть но они есть вот в той части вот немножко в этой если мы пройдемся дальше по пляжу камней будет все меньше меньше и меньше и меньше но это не те камни по которым нельзя в общем-то ходить пляж белоснежный ход песчаный там вот видите здесь внутри камней а здесь вот уже камней нет я вам сейчас дрон запущу все посмотрите а 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 Субтитры делал DimaTorzok Здесь много мест для купания, я в этом вообще никакой проблемы не вижу, чтобы не было вот этих разговоров, да, в интернете, что тут одни камни, здесь и камни, и хорошее место для купания. В общем, пляж я считаю очень живописным, здесь пальмы, что не на всех, далеко не на всех пляжах есть, плюс здесь никаких нет песчаных блох, плюс здесь песочек белый, в отличие, например, от бухты Санья Бэй, поэтому считаю это место таким достаточно интересным, при том, что я уже не раз говорил в том видео, что вот за этой горой как раз находится бухта Дадун Хай, здесь всего 3 километра, это совсем близко, не надо там далеко ездить, такси это 100 рублей, можно же, если хотите пешком прогуляться, проехать на велосипеде, неважно, это очень близко, и позади нас бухты Санья Бэй тоже можно легко доехать, здесь также рядом есть парк Олень Повернул Голову для ориентира. И теперь я вам покажу спа, потому что было много вопросов, многие люди подумали, что здесь абсолютно все бесплатно, нет, нахождение здесь, конечно же, бесплатно, но многие услуги и сервисы, естественно, здесь платные. Пойдемте вместе с вами, посмотрим, что здесь есть, во-первых, скажу, что в это место очень любят приходить гости отеля, особенно после долгого дня, когда они посмотрели, погуляли везде, увидели много всяких достопримечательностей, наступил вечер, они устали, им, естественно, хочется расслабиться и получить удовольствие. На входе вот здесь сейчас сразу вас встречают приветливый персонал, который вам может с радостью очень любезно, замечу, очень услужливо предложить услуги, здесь все услуги перечислены в меню, вот таком называемом, да, в общем, здесь есть все цены, здесь есть как на китайском, так и, соответственно, на английском языке. Все цены здесь указаны, по поводу цен, наверное, сразу мы спросим, конечно, скажу, это не супер дешевая услуга, но тем не менее. Ну вот, например, полный там массаж, то это 1280 юаней. Есть услуги, конечно, дешевле, там в районе 300 юаней, да, но это уже смотря что вы будете делать. Понятно, что мы находимся с вами в международной сети отеля Intercontinental и, в принципе, уровень, конечно, гостей не позволяет, как бы, держать и низкие цены, и, в соответствии, низкий сервис. Территория здесь очень релакс, честно скажу. На самом деле, я снимаю видео это днем, но днем здесь никого не бывает, потому что все гости сюда, конечно же, приходят уже к вечеру. Здесь зажигается такой хороший, красивый, такой мягкий свет. В каждом из номеров, где делают массаж, зажигают свечи. В общем, пойдемте прямо сейчас и покажу, как это выглядит, потому что при дневном свете это будет, конечно, более наглядно, чем при романтическом вечер. Вот по такому коридорчику можем идти и наблюдать здесь различные комнаты, да, комнаты, куда можно пройти и сделать, соответственно, массаж. Давайте в одну из таких комнат мы можем с вами прямо сейчас зайти, и я вам покажу, как там все выглядит. Естественно, вечером это, конечно, совсем другой антураж, совсем другой вид, но, тем не менее, вы уже поймете, как здесь очень красиво. Ну, понятно, здесь на входе вы зашли, и вот такая комната для релакса. Представляете, только сейчас здесь будет вечер, и будут гореть свечи. Здесь очень крутой стоит аромат, вот всяких трав, цветов и так далее. Понятно, что здесь будет вам заварен чай, вам будет сделан массаж специальными ингредиентами. Камни, в общем, настоящая спа, настоящий релакс, я уверен, вам очень понравится. Здесь также есть комната, например, когда вы уже получили все свои процедуры, вам хочется просто расслабиться, есть джакузи, можете посидеть, отдохнуть, попить чай и насладиться реально отдыхом. И чтобы на следующий день у вас было много сил снова отправляться в путешествие, удивительное путешествие по этому замечательному острову. Вот так выглядит основная часть, соответственно, спа. Поэтому сейчас вам покажу еще здесь зоны, здесь есть большой, скажем, релакс-бассейн. Мы с вами еще в одной зоне спа отеля Интерктиненталь, это вот такой релакс-бассейн. Здесь вечером очень круто, здесь такая, видите, уже такая слабого света подсветочка. Здесь все, можно прогуляться и везде есть гидромассажные зоны. Здесь вода днем, комнатной температуры, скажем, какая на улице. Вечером здесь очень теплая вода, когда чуть больше гостей, а воду начинают подогревать и здесь очень круто. Поэтому смело можно сюда прийти и отдохнуть. Кстати, это место, оно доступно для всех, оно бесплатно, здесь за это специально платить не нужно. Если вы спросите, где раздеваться, конечно, здесь есть комната, чтобы вы могли переодеться. На самом деле вы можете уже, в принципе, своего номера прийти сюда в халате и в тапочках, которые есть обязательно, обязательно есть, соответственно, в отеле. Можете сюда прийти, спокойно зайти, переодеться и все. Сейчас мы находимся в раздевалке, где вы можете переодеться, оставить свои вещи, соответственно, после собраться и выйти. Но я вам скажу так, что можно, в принципе, прямо из номера взять халат, тапочки, там это все есть и прямо так сюда прийти. Это очень близко к основному корпусу, поэтому я, может быть, сильного смысла переодеваться и снизу, можно прямо так и зайти. Здесь, конечно же, все услуги платные, но если вы проживаете в этом отеле, я так думаю, в принципе, иногда им воспользоваться можно. Они доступны в целом, то есть можно как-то раз позволить себе отдохнуть, получить релакс, потому что я уверен, когда вы это все сделаете, когда вы отсюда выйдете, вы точно подумаете о том, что это было круто, 100%. Здесь высокий уровень, высокий сервис и это стоит своих денег, поэтому решать вам, конечно. И вот здесь есть такой бассейн. Сюда, естественно, также можно прийти бесплатно, поплавать и так далее. Ну, чтобы у нас у всех было понимание, СПА, как таковой, в том видео я сказал, он бесплатный, вы можете сюда прийти, то есть вход, денег не берут. Но, если вам нужны какие-то процедуры, услуги и так далее, естественно, все по прескуранту, это стоит дополнительный денег. Ну, а как вы хотели, люди же работают, поэтому это нормальная история. Поэтому, если в том видео кто-то это не понял, я сейчас это и прокомментировал вам. Мне сейчас принесли чай, пандан лифти этим чаем, вас здесь будут угощать. Это, ну, в общем, натуральный чай. Кстати, очень вкусный, я сейчас его попробовал. И тысячу процентов он полезный. Вот поэтому я люблю этот отель, мне он очень нравится из многих отелей. На сегодняшний момент он действительно доступный, потому что ранее он был очень-очень дорогой. И он просто был недоступен для наших российских туристов, да, то есть они его, может быть, и видели, да, но никогда не обращали на него внимания, потому что цена здесь, конечно, зашкаливала. На сегодняшний момент для наших туристов из России, я знаю, что из Казахстана, по-моему, тоже, сделали спецсцены. И сейчас вот номера Watergarden, они стоят очень недорого, очень недорого. И поэтому сюда можно попасть, в общем, по той же цене, как отель Harman. Многими сказали, да нет, Harman там дешевле был, нет, ребят. Если мы сейчас возьмем Harman с балконом и видом на море, то он будет стоить столько же, сколько стоит отель Intercontinental, здесь по умолчанию уже своим балконом или террасой он будет в Watergarden. Поэтому я и говорил, что по цене они в целом одинаковые, потому что в Harman самый недорогой отель Deluxe, да, то есть он без балкона и без вида на море, конечно. Ну что, отправляемся дальше изучать территорию отеля Intercontinental и, конечно же, выйдем за территорию отеля, потому что многие меня спрашивали, что находится за ее территорией, потому что многие думают, что здесь абсолютно ничего нет и есть негде и ходить некуда. Это, ребят, совсем не так. Сейчас мы вместе с вами это дальше узнаем. Не, все-таки очень классная территория, здесь вот такой бассейн с рыбками, золотыми рыбками. Я не знаю, мне кажется, я вот пока не встречал отеля более локально удобного, более, скажем, живописного на первой линии и с очень крутым сервисом. Это реально не реклама, это реально факт, и многие мои туристы, кто сюда приезжает, они действительно это подтверждают, они об этом говорят. Я вот вчера встречал даже не только туристов, но и турагентов, которые занимаются продажей туров. И для них тоже, на них тоже повлиял выбор именно этого отеля, потому что они посмотрели видео, и показалось, что это действительно очень круто. Я говорю, ну и как, у вас картинка совпала? Они говорят, абсолютно, это очень классное место. В общем, это не только касается туристов, но, как вы поняли, турагентов. Это, я говорю, не реклама, это просто мое мнение, и, я думаю, мнение многих туристов. Кстати, у многих может возникнуть вопрос, почему я живу в этом отеле и хожу с рюкзаком. Как турист. У меня там просто куча, 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 куча разной техники. Это и аккумуляторы, и, соответственно, у меня там дрон лежит, поэтому я стараюсь выйти сразу со всем своим, и прогулки свои делать, записывать видео во всеоружии. Пойдем с вами дальше, я покажу территорию, и выйдем за территорию. Сейчас возле главного бассейна отеля Интерактиталь, куда приходят все люди. Бассейн работает до 10 вечера, поэтому можно смело отдыхать здесь весь день и вечером. Мне, кстати, из-за этого еще нравится Китай, что очень круто, что здесь можно отдыхать в бассейне, около бассейна, до самой ночи. В отличие от многих других стран, где в 6 часов уже закрывают бассейны, и ты просто не попадешь. А хочется, здесь это всегда очень круто и очень хорошо. Так, идем к другой части с вами бассейна. Мы с вами пришли еще к одной территории бассейна. Здесь более уединенно, более тихо, здесь можно спокойно поплавать. Кстати, некоторые номера выходят прямо к этому бассейну. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, вот эти все номера, которые позади меня, вы видите, кстати, вот эти вот низкоэтажные здания, это все номера категории Watergarden. Соответственно, они самые являются недорогие, но по мне они очень хорошие. Почему? Потому что здесь так тихо, уютно. Ну, классно, мне нравится. Я даже здесь, наверное, больше бы хотел отдохнуть, чем в номере Skyblock, но так получилось, что я в поздний момент запросил номер, и мне предстояли только Skyblock. Я знаю, если честно, они специально сделали так, что приезжает Павел, вроде так классно, спасибо, что вы сняли видео. Специально мне дали номер как бы получше, хотя я на самом деле их специально просил, чтобы мне дали Watergarden, но они мне все-таки дали номер Skyblock. А сейчас мы на территории бич-бара, а вот здесь очень круто провожать закаты и встречать рассвет, если кто-то хочет так рано встать, есть, ну, очень красиво, правда. Здесь открывается вид на всю бухту, и, ну, все реально великолепно. Также здесь можно взять какой-нибудь коктейльчик, посидеть, отдохнуть и насладиться этими видами. Вот здесь, кстати, много китайцев ходят, собирают ракушки, еще всякие там живности смотрят, фотографируют, бегают, ну, в общем, тоже интересная забава такая. Везде на территории стоят указатели, то есть видно, куда вы идете. Сейчас мы с вами идем в зону клуба отеля Intercontinental. Вот клубная история тоже очень популярный вопрос, как я могу стать членом клуба, мне достаточно ли просто зарегистрироваться, я приеду уже сюда, клубмен или клубвумен. На самом деле нужно прожить какое-то время в отеле. Можно поступить следующим образом, если ваша поездка, допустим, не очень близкая по датам, если вы зарегистрируетесь в YSG клубе, и у них есть там большая сеть отелей, и поживете в некоторых отелях, там в России или в другом месте, то сюда вы можете уже приехать от членами клуба. Но, как выяснилось, есть еще вот такой нюанс, что операторы многие, которые продают туры, у них свои контракты. И когда вы сюда приезжаете, вот это я узнал буквально недавно, что когда вы сюда приезжаете с туроператором, а вы приезжаете по контракту туроператора, и, соответственно, все вот эти, скажем, бонусы, клубы и все остальные истории, они уже не входят в эту историю. Конечно, можно пойти к менеджменту, пообщаться, договориться, но на сегодняшний момент я эту информацию получил от туроператоров, и это практически везде нормальная практика. Потому что все бонусы и привилегии получает человек тот, который самостоятельно бронирует тот или иной отель. Причем это распространяется на все, на все, соответственно, скажем, отели, на все программы практически во всем мире. Но хотя я сам слышал, что можно было бы, хотя я сам знаю, что можно, находясь в турпакете, пользоваться привилегиями клубов. Не знаю, почему здесь так происходит, но иногда такая история есть, потому что у меня приезжали туристы мои, которые были членами клуба уже достаточно давно, и им не предоставили привилегии, и мы как раз этот вопрос выясняли и поняли, что туроператоры имеют свои контракты. Исходя из этих контрактов, человек не приезжает сюда как физическое лицо, а приезжает по турпакетному контракту. В связи с этим технически он не может пользоваться данными услугами. Ну, мы это просто задали руководству, думаю, это просто так или иначе как-то решится. Ну, такой прецедент, скажем, был. Я должен о нем было сказать. Вот мы с вами дошли до конца территории практически отеля Intercontinental. Здесь еще можно пройтись туда вдоль набережной, спуститься на набережную. И сейчас здесь мы уже подошли к еще одному выезду из отеля. Ну, и сейчас тогда давайте пройдем в клуб Intercontinental, я вам еще раз его покажу. И вот так еще сделаем кружочек, и пойдем уже с вами за территорию отеля, чтобы он показал, что здесь есть. Мы сюда уже с вами заходили, друзья, это клуб отеля Intercontinental. Это, скажем, клубная зона, где можно посидеть, пообщаться, конечно же, покушать. Здесь можно выйти вот в такой зоне релакса. На сегодняшний момент сейчас здесь завтрак уже закончен, обед еще не наступил. Но вы помните, мы с вами здесь были, и я вам все рассказывал про это. Ну, вот позади меня номера членов клуба City ISG. Вот здесь и находятся клубные номера. Чем они отличаются от обычного Water Garden? Это тем, что у него есть вот такая своя зона бассейна, релакс, вот такая еще большая терраса. Здесь у него есть шезлонги, и, скажем, свой такой песочек, и, соответственно, свой, скажем, большой бассейн, где можно покупаться. Сюда, на самом деле, можно купить и турпакетом, соответственно, эти номера, они так и называются, клубные номера. И тогда здесь проживать. Да, они, конечно, дороже немного, чем обычные номера в Water Garden. Но если вам хочется иметь вот такую отдельную зону со своим релакс-бассейном, прям рядом с номером, то, возможно, стоит за это заплатить. Еще на территории клуба Intertinal есть свой дайвинг-центр. Здесь вы можете поплавать с эквалангом. Здесь есть вот как раз большой бассейн, который я показывал. И здесь можно получить даже сертификат. Так что, если вы хотите это сделать и будете здесь долго, это отличная возможность, не выходя из своего отеля, получить международный сертификат по дайвингу. И уже плавать в каждой стране совсем спокойно, совершенно. И не быть просто туристом, а видеть как раз уникальные места, а погружаться в интересные места. Сейчас давайте, наверное, с вами пойдем уже за территорию, потому что здесь мы, в общем, основные территории все обошли. Каждый закуток, наверное, не вижу смысла показывать, иначе вам будет неинтересно. Хочется самому что-то поизучать на этой территории отеля. Сейчас постараюсь ответить на ваш главный вопрос, где, куда сходить за территорию, где есть кафе, магазины и супермаркеты, собственно. Пойдемте вместе со мной прямо сейчас. Все туристы меня спрашивают поголовно, где поесть возле отеля Интерктиненталь, что в этой бухте вся Дунхай, наверное, ничего нет. Вот у нас отель, мы выходим, и мы сейчас с вами сразу попадаем в ту зону, где есть и магазины, и кафе, и, соответственно, некий променад. Вот сразу же мне встречается кафе, называется даже по-русски «Утка», по-пекински. Здесь же есть аптека. Сейчас мы с вами здесь прогуляемся, я покажу вам несколько разных мест. Здесь вот такой вот променад, по которому можно прогуляться. Есть очень много кафе, и даже вот я сейчас встретил своих туристов, они, говорят, здесь даже где-то борщ готовят. Плюс сейчас еще встретил здесь местных ребят, они сказали, что здесь есть очень классное кафе, кофейня. Так что я постараюсь сейчас тоже найти, не скинули геопозицию и забегу тоже туда. Так что вы не думайте, что здесь абсолютно нет ничего, здесь очень развитая инфраструктура, не зря эту бухту даже сейчас называют бухта миллионеров. Здесь самая дорогая недвижимость, и поэтому здесь очень-очень много всевозможных мест, куда можно сходить. Но, конечно же, не столько много, как в Дудунхайе, потому что Дудунхайе это просто, это просто какой-то трэш, там очень много людей. Кстати, кто проживает в этой бухте, все мне сегодня подчеркнули, не только сегодня пишут обратную связь, что они очень рады жить здесь, именно в бухте Сяо Дудунхайе, потому что действительно близко Дудунхайе. Они туда едут, они там что-то покупают, гуляют, возвращаются, говорят, все, у нас полный релакс. Им очень нравится это место, поэтому, думаю, и вы тоже это очень оцените. Ну, я не буду сейчас показывать Бирфэктори, потому что вы так знаете, что в этой бухте есть Бирфэктори. Здесь есть КФС, оно прямо сейчас, вот от этого, скажем, от отеля Интернациональ 200 метров по этому променаду. Сразу здесь, по этому променаду, уйдя прямо, вы встретите вот такую детскую площадку. Здесь можно поиграть детям, ну, сами знаете, как у нас в России, собственно, есть такие же небольшие детские городки, где можно оставить детей, чтобы они поиграли, конечно, под присмотром. И я рекомендую вам еще забежать вот в это место, называется Бэккори. В общем, это кофейня, где владельцы русские, русскоязычные. Здесь привычное на меню есть кофе, здесь есть сладости, здесь есть пицца. Пойдемте познакомимся с ними поближе. Я уверен, вы обязательно сюда придете не раз. Привет. Мне сказали, что здесь самое лучшее кофе у тебя в Саньях. Мы стараемся. Я так понял, у вас не только кофе, еще есть пицца, да? Пиццу готовите? Да, пиццу специально, муж тренировался, два месяца отрабатывал сезон, заказал профессиональную печь. На камни готовить. На камни готовить? Да. В общем, для русскоязычных, для русских это, наверное, будет такая отдушина, потому что в Савдумхай не так много кафе, но такое кафе, думаю, будет очень популярное среди нас, потому что мы любим как раз выпечку, мы любим кофе нормальный, чай, они везде это есть. Думаю, здесь как раз вам больше всего понравится. Ладно, хорошо. Я кофе сильно не пью, но давайте, есть что-нибудь типа с молоком какое-нибудь кофе? Рапа или что-нибудь такое? Лапа. И что-нибудь, ну это лапа, лучше лапа. Лапа, да. И тогда какую-нибудь сладенькую вкусняшку еще. Малинчик с малиной. О, наполеончик даже есть. Давайте с малиной. Скажи, а вы здесь постоянно работаете или как-то сезонная работа, может быть? Вы на китайцах тоже, наверное, ориентированы или только на русскоязычных? Да, мы третий сезон, но на лето закрываемся, потому что закрывается школа канадская. И китайцы, родители разъезжаются. Вот третий сезон, мы рады приветствовать вас здесь и угощать вкусными стадиями. Вот видите, я, кстати, сам даже не знал, что здесь есть такое кафе. Я почему сюда опять приехал, как вы помните, я приехал в Интеркенталь отель, сейчас заселился. И я очень рад тому, что после тех видео очень много гостей из России. Как управляющий отель мне говорят, что за первый месяц только выросло количество людей более чем 12 раз, гостей в отеле. И я, наверное, думаю, у вас увеличилось количество русских гостей буквально месяц, два, три. Да, да, ну вот, так что, ну, нужны места показывать вам, потому что многие, вы спрашиваете меня, что, если вы поедете в Сиатулхай, где мы можем там поесть? И есть ли там какая-то еда не китайская? Вот вам кафе, где не китайская еда. Я замечу, цены очень-очень лояльные. Маргарита 35 юаней, это очень-очень выгодно. Друзья, хочу вас познакомить с Аней. Она как раз занимается и варит кофе в этом кафе. Вы можете прийти все к ней в гости и угоститься вот таким крутым кофе, сладостями. Поэтому обязательно прямо сюда. Кстати, находится в этой бухте Сиатулхай, недалеко от отеля Интеркенталь, потому что многие у меня спрашивали, где есть еда не китайская. Поэтому вам именно сюда. Аня мне решила состоять компанию. У меня, конечно, как у вас есть к ней вопросы. Почему она живет на Хайнане? Почему она занимается здесь своим делом? Вообще, как она к этому пришла? И что она больше всего любит? Мне всегда интересно, почему человек выбрал для себя эту профессию? И почему это его очень сильно, скажем, мотивирует делать дальше? Наша история начинается с 2004 года. Мы с мужем приехали сюда. Муж китаец, познакомились в Хабаровске. Он переводчик. Я тоже в туризме. Много лет жили здесь. Здесь родилось двое детей. И вот когда они пошли в школу, мы решили поменять деятельность и открыли кафе. Мы изучали кофе, изучали выпечку. И вот сейчас третий сезон. Мы видим качественно другой уровень. Мы относимся к этому делу очень по-настоящему. Если мы кормим людей, значит, это должна быть свежайшая выпечка, свежие круассаны, очень вкусный кофе, свежий Наполеон, свежеприготовленная пицца на камне с отборными ингредиентами. А почему, Аня, почему вы именно в этой бухте открылись? Мы работали раньше, у мужа был магазин здоровья, чай и шоу в бухте Ялунбань, 8 лет. Но дети пошли сюда в школу канадскую. И мы решили, что здесь они вырастут. И мы кормим вкусно. Они тут играют на выходных. Мы делаем мастер-класс в субботу-воскресенье. По две смены у нас сыграть. Рисовать, делать поделки. Для детей, да? Да. Кстати, да, я, знаете, обратил внимание, что здесь очень удобно, если прийти с детьми, потому что вы знаете, да, у нас тоже дети, удобно их отправить сюда погулять, а самому хоть немножко посетить, попить кофе, отдохнуть и... А если, думаю, мастер-классы, вы поделите там и пиццу, наверное, вместе там что-нибудь готовить. Такие, да, кулинарные мастер-классы, да? Прикольно, прикольно. А это что за чай? Это чай, белый чай, я вот часчик ваш угощу. Чаем занимались много лет и муж эксперт-чай. Вот поэтому у нас можно продегустировать вот такая чайная церемония, попробовать сорта различные и даже приобрести. То есть чай вы тоже продаете здесь, да? Белый чай, красный чай, ограниченное количество сортов, но они все органы. Слушайте, ребят, ну вот мне кажется, интересно побывать в таких местах, и мне кажется, за границей всегда приятно встретить человека, который, ну, именно здесь работает, живет. Я думаю, помимо того, что можно выпить классный кофе или чай, думаю, можно просто подойти, да, и спросить какие-то вопросы, позадавать. Я вот всегда сам люблю людей, когда они являются сами профессионалами своего дела, они сами же тебе готовят кофе, и сами являются владельцами этого заведения. Мне кажется, да, качество всегда на высоте. Ну, в общем, это, как и у меня, да, то есть я сам же снимаю блоги, сам же вам продаю туры и отправляю вас в различные отели. Ну, ладно, друзья, мы попьем кофе, а я пойду дальше покажу, что еще здесь есть, и вы сами определитесь, какое место пойти вам, в какое кофе здесь выбрать. И вы уже наверняка будете знать, что в этой бухте точно есть куда пойти покушать, и здесь не только китайская еда. Друзья, она мне еще вот такую историю рассказала, что у нее муж занимается производством чая, натурального продукта. Вот такой белый чай, они дали тоже попробовать, очень вкусный, мы сейчас его пили. Его, в принципе, можно здесь попробовать, если вы хотите купить. И, соответственно, для своих подписчиков я попросил какие-то бонусы и привилегии. Специально для вас 10% скидка на все меню и на все товары в этом кафе-хайбекере. Аня сказала, что ждет вас всех и будет очень рада вас всех увидеть. Так что обязательно забегайте, это не в качестве рекламы, в качестве рекомендаций и приятного бонуса для вас. И не забывайте, что я занимаюсь продажей, оформлением туров, и это моя основная работа. Я это делал специально для вас, чтобы вы чувствовали себя комфортно на Хайнане. Обязательно забегайте, покупайте все, что вам нужно. И лучше бы, чтобы вы еще писали комментарии под этим видео о том, как вам здесь было вкусно. Потому что многие мои туристы все-таки опираются и на мое мнение, и на ваше мнение, кто здесь уже побывал. Так что забегайте. Ну вот мы с вами дальше идем прогуливаемся по этому променаду. Наверное, это, скажем, центральный такой большой променад бухти Сяо Дунхай. Здесь дальше также встречаются кафе. Какие-то уже открыты, некоторые могут открыться чуть позже к вечеру. Потому что многие заведения максимум прививают гостей по вечерам. Потому что днем все отдыхают. Здесь, кстати, много живут иностранцев. Здесь есть канадская школа в этой бухте. Поэтому многие отправляют сюда своих детей. Здесь живут не только китайцы, но и русскоязычные, русские. Кстати, кто очень соскучился по фастфуду, может сюда прийти в KFC, купить себе бургеров или еще что-либо. Сейчас мы с вами прошли по центральному променаду бухти Сяо Дунхай. Далее мы с вами сейчас обойдем это здание. Там тоже есть несколько кафе. Я вам сейчас их покажу. Я, конечно же, взял максимально близкую историю, которая находится рядом с отелем Interptiental. Потому что здесь еще можно весь Сяо Дунхай обойти. Это, естественно, не единственное место, где есть какие-то заведения, кафе. Еще туда можно пройти и так далее. Люди же здесь все-таки живут. Они как-то ходят в магазины, кафе и так далее. Здесь, на самом деле, в Китае я еще ни одного места не встречал, где бы не было фудкортов, магазинов или все необходимого для обычной нормальной жизни. Здесь есть все. Вот здесь еще есть один китайский ресторан. Здесь как раз готовят, вот я вижу, уже рекламу. В этом ресторане очень много морепродуктов. Здесь так называемый самовар, где стоит плитка, и вы для себя варите всевозможные продукты. Здесь у нас ресторан морской кухни. Вот видите, плавает живая рыба, можно здесь поесть. То есть с этой стороны мы пока идем, здесь пока идут китайские рестораны. Еще одно место называется Classical Tea Club. То есть здесь проводят чайные церемонии. Здесь, ну скажем, у нас есть кофейня, это чайная. Так, идем дальше с вами. Так, там я вижу магазин вина, здесь уже магазин украшений. Так, здесь есть супермаркет, и там есть еще одно кафе. Вот здесь совсем недалеко, как видите, отель Интерктиниталь. Вот здесь мы проходим, и здесь супермаркет. Пойдемте зайдем, покажу, что есть ассортимент, чтобы у вас было представление об этом магазине. Ну, по большому счету, он, скорее всего, будет классическим, как и везде. То есть здесь будут продавать какие-то напитки, какая-то снековая продукция. Ну давайте вместе зайдем, поглядим. Ну, в общем, да, смотрите, здесь можно, скажем, прикупить себе хайнаньских подарков. А здесь также присутствует какая-то одежда, если вы что-то забыли с собой взять. Я уже много таких магазинов показывал. Есть сладости, есть какие-то еще сладости. Есть, соответственно, бытовые товары. Так, идем дальше. Естественно, дальше нас встречают полки с алкоголем. Так, что у нас еще дальше? С водичкой, чаем. Здесь есть, кстати, немножко фруктов. Видно, раскупили все. Так, давайте по ценам пробежимся, по фруктам, наверное, будет самый простой ориентир. Так, манго. Манго у нас стоит, получается, 12 юаней за полкило. В целом, неплохой ценник, я не сказал бы, что это дорого. Так, возьму свой любимый чаек. Ага. Так, кокос. А нас так, фрукты что-то, видно, раскупили действительно все. Есть немного молочки, как видите, вот йогурты. Кстати, вот такой йогурт в ананасе стоит 8 юаней, здесь 11, да. Здесь чуть-чуть подороже. Ну, в целом, если вам что-то хочется такого взять, я думаю, вы здесь смело найдете и напитки, и пиво. Ну, давайте пиво еще сравним, потому что многие спрашивают, и здесь цены и на алкоголь в том числе. Так, 3,80. Нормальная цена вполне. То есть, как и везде. Вино, крепкий алкоголь. Ну, любое вино, давайте какое-нибудь возьмем, вот, там, 1000 рублей, грубо говоря, стоит вино. Ну, это, в принципе, средний ценник 2000, бутылка вина. Есть и подешевле, в зависимости от того, ну, какое вино вы хотите взять. Всеми любимый доширак, да, местная китайская лапша. Давайте тоже покажу цены, то есть 45, 45, 50 рублей. В общем, цены такие же, как в Дудунхай. Чтоб не было ощущения, что бухта Сяо Дудунхай дорогая. Абсолютно такие же цены. Ну, а это кафе вы вообще никак не пропустите. Вы только вышли из центра в Тинентале, сразу видно кафе «Утка по-пекински». Сюда сразу же приходит много русскоязычных, потому что находится близко, потому что написано на русском языке. Ну, смотрите сами, да, то есть, куда вам пойти и поесть, я думаю, вы уже поняли. Достаточно много мест. Это не такое изобилие, как Дудунхай, но достаточно много. А тем, кто хочет вечером хорошо посетить, я как и рекомендовал отправиться в лучший перфектор. Там очень крутые бургеры. На самом деле, почему делаю акцент на бургеры, потому что многие наши люди соскучились, когда долго на хайне отдыхают. Как раз вот такой жирненькой, хорошей, плотной еде. Есть супер бургеры с пожаркой мяса котлетки Medium Well, поэтому очень рекомендую. Мы тут отправляюсь уже с ребятами из нашего блог-тура. Они очень заценили, поэтому я уверен, что вам тоже очень понравится. Давайте еще разок вам покажу. Здесь такая классная горка есть, я на нее поднимаю. Смотрите, вот это все, такой променад, выходя от отеля Интерктиненталь. Здесь очень-очень-очень много кафе. Поэтому, если вы думали, что здесь их нет, то они здесь есть. И причем на любой вкус. Как вы поняли, что здесь есть как китайские кафе, так и сетевой международный фастфуд. И плюс здесь есть, как вам сейчас уже показал, кафе, где работают русские. Это их кафе. Они варят очень крутой кофе, делают пиццу, делают очень вкусные круассаны. В общем, здесь нет никакой проблемы с едой, все рядышком. Ну и я пообщался, в принципе, с туристами, кто здесь отдыхает, со своими туристами. Не только с подписчиками. Они меня частенько здесь узнают. И они мне все, в принципе, сказали, что их формат отдыха в этой бухте выглядит следующим образом. Они просыпаются, завтракают, идут на море. Потом они едут в Дудунхай или в Санья Бэй. Там гуляют, возвращаются и опять релакс. Они все отметили, что здесь очень комфортно отдыхать. И вот сейчас я тоже встретил своих подписчиков. Они здесь оказались не случайно. Они тоже сюда приехали на море, хотя сами живут в отеле Ба Хонг в Дудунхай. И сказали, что за море мы едем сюда. Здесь нет такого дурдома. Здесь тихо, спокойно, уютно. Они здесь купаются, отдыхают. Говорят, 10-12 юаней, говорит, и мы у себя в отеле. Поэтому они приезжают сюда отдыхать. В общем, цель моего этого видео была как раз и показать, что вся Дудунхай есть места, куда можно сходить. Это не какой-то там отшиб, да, здесь ничего нет. Здесь очень много и заведений. Конечно, не такое количество, как Дудунхай, да, потому что Дудунхай это центр туризма. Там просто на каждом углу кишат, и там идет бешеная конкуренция за своих гостей. Каждый хочет завести у себя заведение. То здесь, наверное, более размеренно, более спокойно, но при этом выбор достаточно большой. Так что, дорогие друзья, напоминаю, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на Устов Хайнань. Вы можете прямо сейчас под этим видео написать мне на прямой WhatsApp, а также оставить заявку на своем сайте. Не забывайте, что у меня есть мой Инстаграм, мой личный Инстаграм Георгиев Тревел, а также мой Инстаграм Хайнайн Тревел, в котором я делюсь полезной информацией, рассказываю о своих путешествиях. Спасибо, что смотрите мои выпуски. Спасибо, что оставили свои комментарии. Спасибо, что задаете свои новые вопросы, которые служат для меня поводом создать для вас новый интересный контент. Это видео как раз я создал после того, как снял отель Интер Континенталь, в котором вы много меня спрашивали, что же в этой бухте есть еще. Куда можно выйти, где можно поесть, есть ли это или нужно нам ехать специально для этого в Дону Хай или нет. Я думаю, что вы теперь сами сделали свои выводы. Мне остается лишь сказать, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои лайки и увидимся в следующих видео. Пока, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Субтитры сделал DimaTorzok